всем привет дорогие зрители уважаемые подписчики youtube канала семена партнер дорогие друзья уехал я из москвы санкт-петербург к нашему другу эксперту эксперту по цветам вы посмотрите ну разве разве это вообще возможно вы уже догадались конечно я приехал к марине патрины сегодня дорогие друзья мы поговорим о питуньях как вырастить такие с ног шибательные питуньи чтобы у вас получилось вот такая фото зона как у марины ну что поехали на этом участке повсюду красота посмотрите какое разнообразие цветов а вот она собственно говоря марина патрина здравствуйте дорогие друзья спасибо огромное что пришли к нам в гости потому что все сегодня через экраны можете попасть к нам на участок василий иванович спасибо за такую возможность вы знаете что я вам хочу сказать дорогие цветоводы но на экране возможно это будет восприниматься не так как живую но у меня большой стаж выращивания цветов но чтобы до такого состояния довести питунью я не знаю марина что ты с ними делаешь ну во первых в этом году у нас очень хорошая погода в петербурге солнце светит всегда вообще мы такую погоду не видели впервые за 160 лет как говорят синоптики так что мы не видели и вы не видели это первое и второе конечно качественные семена качественные гибриды которые кстати василий иванович не без ваших стараний попали ко мне в руки это это второе третье но естественно уход это хороший грунт это правильный уход правильный полив ну и в общем то никакой магии нет мне кажется магия какая-то есть однозначно потому что даже приобретая хорошие семена не всегда у цветоводов получается такое обильное цветение ведь одного семечка получается посмотрите вот такая питунья то есть вот это одна питунья и что самое интересное дорогие друзья обратите внимание у марины нету ни одного сорняка ни одного сорняка здесь не видно потому что грядки устроены очень интересным образом марин расскажи пожалуйста подробнее о своих грядках как ты сделала их это спонбонд всем известный материал который специально предназначен для того чтобы не росли сорняки естественно мы взяли более плотный чтобы через него не пробивались но мы знаем что сорняки могут расти через асфальт конечно в теории но да но здесь ничего не растет как вы видите не пока ничего не пробивается смотри у тебя спонбонд получается не просто лежит как бы на земле а есть некая возвышенность то есть вы изначально делали грядку я правильно понимаю мы сформировали такие грядочки потом я вручную все здесь помощью грабелек выровняла самая сложно вручную вот этот огромный объем конечно знаете когда есть желание заниматься цветами это для меня хобби вообще интересно рассказать как ты к этому хобби пришла я ничего себе хобби я думал ты изначально на продажу выращиваешься эти цветы я предполагал что ты выбираешь качественные семена которые рекомендую я обычно марина не зонит какие гид выбрать петунии ладно шучу иногда и марина мне рекомендует какие семена добавить в ассортимент нашей компании но я думал ты выращиваешь их на продажу а это хобби это хобби вы знаете такое удовольствие вообще изначально мама мужа занималась выращиванием зелени но потом ей приглянулись цветы и она показывала свое мастерство естественно я тоже втянулась это же настоящая магия ты берешь маленькое семечко ты его сеешь и она вырастает и превращается вот такую марин неужели ты все свои петунии выращиваешь из семян или все-таки выращиваешь вегетативным способом нет не все в саду петунии у меня есть семян у меня также есть и те которые выращены вегетативным способом есть петуния которую возможно вырастить из семян а есть петуния которую невозможно она размножается только вегетативным способом имеешь ввиду почему невозможно нету таких окрасок интересных то есть вегетативным способом профессионалы выращивают петунии потому что много разных окрасок а из семян считается, что петуния блеклая такая, как не особо интересно смотрится, нет такого разнообразия сортов. Так ли это на сегодняшний день? На сегодняшний день это не так, потому что селекционеры работают, не прекращают работать, и уже столько выведено разновидностей. Даже известная звездная серия – это петуния в крапинку. Она уже есть из семян. А раньше она была только из черенков? Да, но она есть только в кустовом варианте, кустовая петуния, которая растет вверх. А что же такое из черенков? Покажи нашим зрителям. Вот смотрите, я сейчас отщепнула череночек. Это такой самый идеальный. Убираем цветы, и вот это ставим в грунт, и накрываем, делаем, как бы создаем такой парниковый эффект. И через где-то 10 дней петуния укореняются, дают корешочки, и можно размножить таким способом. Дорогие друзья, вот вам и лайфхак от Марины Патриной. Купили, значит, семена, посеяли, вырастили петунию, нарезали черенков и размножаете себе все лето. Вот так. Но, дорогие мои, профессионалы – это те люди, как Марина, которые выращивают большими объемами петунию на продажу. И, конечно, они закупают черенки. И из черенков не надо сеять, там мучиться. Черенки быстренько начинают развиваться, быстрее получается уже петуния красивая, многоцветковая, и можно ее реализовать. Но сейчас, я с Мариной полностью согласен, полно интересных гибридов, а именно гибриды лучше приобретать. Конечно, гибриды. В семенах. Подскажи, пожалуйста, есть ли у тебя пример гибриды петунии, выращенные из черенка и из семян? Конечно, это настоящие полные аналоги. Поэтому, если у вас, дорогие наши зрители, нет возможности купить черенки весной, вы можете купить пакетик семян, посеете и получите ни на сколько не хуже, даже, возможно, и лучше петунию. А давай посмотрим. Давай. Погнали. Дорогие цветоводы, вот эту петунию Марина вырастила из семян, представляете? Марин, ты скажи, пожалуйста, чтобы вырастить из семян такую петунию, как же за ней нужно ухаживать, чтобы было такое обильное цветение? Ну, во-первых, конечно, это сорт, очень хороший. Это тайна, серия Вивальди. У нее очень крупный цветок, и она просто бомбическая, очень-очень большая. Да, классный цвет, прям такой таинственный цвет. На него невозможно не налюбоваться. Тайна сама по себе растет хорошо, но две с половиной недели назад я и провела омолаживающую стрижку. Такую вместе с формирующей, я бы так сказала. И посмотрите, как она изменилась за две с половиной недели. Это одна и та же петуния, и здесь растет всего одна штука. Сразу же расскажу про объем грунта. Она у меня растет вот в таком вазоне, где-то около 30 литров. Да, вот, одна штучка. Да, вот, смотрите, видите, это с одного семечка вырастила Марина вот такой огромный куст петунии. И, Марина, скажи, а грунт из чего состоит у тебя? Я всегда использую для петунии грунт на основе верхового торфа. Вы можете видеть, он такой рыхленький, он воздушный, он очень хорошо пропускает... Верховой раскисленный торф. Обязательно верховой раскисленный, конечно. Он такой рыхленький, он воздушный, он хорошо пропускает кислород, которым как раз-таки дышит наше растение. Корневая система дышать должна кислород. Конечно, она дышит и, значит, берет воду, а с водой и питание. Поэтому наша тайна чувствует себя прекрасно. Марина, а что, только торф ты используешь и все, больше здесь ничего нет? Только раскисленный верховой торф? Это вообще субстрат, то есть там в составе идет удобрение, но минимальное количество, чтобы хватило для старта. Поскольку петуния очень прожорливый цветок, обязательно рекомендую вас, если вы хотите получить такое обильное цветение, нужно подкармливать все горшечные растения, все горшечные цветы один раз в неделю. Обязательно! Обязательно! Запоминайте, один раз в неделю и обязательно обильный полив. Я обратил внимание, и мне бальзам на душу. Посмотрите, какой влажный субстрат. Всегда субстрат должен быть влажный, особенно в кашпо. В кашпо из-за высоких температур очень быстро пересыхает грунт. Поливать нужно постоянно. Я не знаю, как Марина справляется с поливом, но поливать, поливать и еще раз поливать. Ну что же, а как выглядит петуния из черенка? Смотрите, это обещанные аналоги. Сейчас мы с вами продемонстрируем. Это петуния из семян. Еще раз напоминаю, тайна серии Вивальди. А это сурфиния. Называется пепл цвет. Они очень похожи. Они просто, мне кажется, аналогичны друг другу. Похожи на тайну, правда. Но только сурфиния размножается черенками. Семенами сурфинии никогда не размножаются. Если вдруг вы видите в магазине семена, на которых написано «сурфиния, красота» и вот эта вот фотография, не верьте, дорогие телезрители, потому что не бывает сурфиний из семян. Только черенками. Только черенками. Но, с другой стороны, если вы не хотите покупать сурфинию черенками, вы можете купить петунию с семенами. И сделать вы это можете в фирменном интернет-магазине компании семенапартнер.ру. С доставкой на дом семена будут из первых рук от производителя. Марина, у меня появилась идея. А не подсказать ли нашим цветоводам пару-тройку лайфхаков про петунии? Давай! Погнали! Пойдем! Совет номер один. При покупке семян всегда обращайте внимание на вот этот пункт, который называется годность до, либо срок реализации. Потому что семена петунии очень быстро теряют всхожесть. А чтобы петунья не теряла всхожесть быстро, совет номер два. Пожалуйста, соблюдайте температурный режим хранения петунии. Ну, например, после покупки положите пакетик с петунии в холодильник. Да, и при температуре где-то 5-8 градусов она будет идеально храниться и сохранит всхожесть. И третий совет. Покупайте семена петунии в дрожжированной оболочке. Так будет гораздо удобнее сеять. Полностью с тобой согласен. И будет вот такая красота. Это всего лишь одна петуния. Американской селекции. Которая, ну, меня поражает своим цветом. Меня поражает тем, что практически я... Да не то, что практически. Я не вижу здесь пустот от слова совсем, дорогие друзья. Сорт называется Easy Wave цвет Neon Rose. Это мой любимчик. Глядя на эту красоту, мне кажется, невозможно не влюбиться в американскую селекцию. Дорогие друзья, Что я хочу сказать. Американская селекция это хорошо. Но американская селекция настроена на профессионалов. Для того, чтобы Марина выращивала из семян такую прекрасную петунию и продавала на рынке. Но мы же хотим вырастить в саду. И очень тяжело приобрести профессиональные семена петунии для огородников. Потому что в профессиональной серии они продаются... Ну, там много, да, семян? Конечно. Там их, во-первых, много. Упаковка большая. Во-вторых, ну, не каждый может себе позволить. И вот так, чтобы прийти в магазин и купить, нет такой возможности. А теперь в агрофирме Партнер появилась возможность. Самые лучшие семена, качественные, с хорошей всхожестью, можно купить по пять штук. Идеально, чтобы попробовать. Я вам раскрою секрет. Марина Патрина цветовод с огромным стажем. Я ее очень уважаю и доверяю. Именно она посоветовала добавить эти замечательные серии к нам в ассортимент. Мы приобретаем напрямую от производителя. Фасуем свои пакеты. И вы можете приобрести уже не 500, не 1000 семян в одной упаковке. А всего лишь 5. Это и по цене доступно, и красота. Посмотрите-ка. Дорогие цветоводы, если вы хотите выращивать такие же замечательные цветы, как у Василия Блокина-Мечталина, Я вам рекомендую использовать только качественные семена. От и графирмы Партнер. Приобрести вы их можете в фирменном интернет-магазине компании. Семенапартнер.ру с доставкой на дом. Или спрашивайте в садовых магазинах вашего города. Марин, ну невозможно по твоему участку спокойно ходить, чтобы не присесть и не взять вот такую миску и полюбоваться этой прекрасной петунией. Слушай, это американская вроде селекция, да? Да, это американская селекция. Сорт называется Изи Вейв. Цвет сильвер, я вообще обожаю. Серебряный. Да, серебряный цвет. И что интересно, у него играет цвет такой сиреневый, серебристый. Это самый беспроблемный сорт. Обязательно запишите себе этот сорт. Он растет даже у новичка. Вот впервые, кто возьмет и посеет семечко, получится. Это такой маленький, миниатюрный, потому что он самый крошечный, так как был посеян позже всех. И видите, какая у него шапочка, и это без стрижек. А это уже более взрослый. И обязательно хочу вас предупредить насчет объема. Он любит большой объем, литров 20 на одно растение. Ну, я смотрю, что этот сорт, а вернее гибрид, замечательно бы смотрелся не только просто в кашпо, а, например, и в таких вот конструкциях, да? Конечно, на дереве, например. Ну что, посмотрим, что же там за дерево. Марин, ну я когда заходил на твой участок, я не мог пройти мимо вот этой красоты. Что это? Марин, расскажи нашим телезрителям, что это? Это цветущее дерево. Дерево из петунии, которое у нас придумал и реализовал наш папа. Папа моего мужа. Много лет назад мама увидела в интернете картинки иностранные, на которых были такие цветущие красивые деревья. И сказала, хочу, а папа, он реализовывает все, что мама просит. Так же, как и мой супруг. И он сварил ей дерево. Вот так выглядит конструкция. Так она что, железная? Металлическая, да. В виде елочки, на которой устанавливается 16 мисок. Петуния отлично растет в мисках, я уже показывала вам. И все вместе сплетается в огромное дерево. Можете показать. Ничего себе. Ну-ка, давай посмотрим. Тут такие плетья. Посмотрите, дорогие друзья, вот тут совершенно-то и не видно так называемая миска, в которой Марина выращивала петунию. И посмотрите, до чего она дорастила эту петунию. Слушай, а так это же каскадная петуния, я правильно понимаю? Это петуния ампельная. Или ампельная? Это ампельная петуния. Все правильно. Ну, вообще непонятно по петунии в основном. Ампельная она или каскадная. Некоторые бывают смешанного типа. Но это ампельная. Ампельная, которая сразу же начинает спадать ее плетье вниз. Каскадная петуния, давайте перейдем к ней. Вот, рядышком с вами. Это каскадная уже петуния. Называется Tidal Wave, цвет Silver. Ой, красивая. Очень красивая. Очень красивая. Она дорастает до определенного размера. Она растет вверх. А потом плети начинают не спадать вниз. И образовывает вот такую огромную массу. Здесь у нас установлено всего 5 таких больших, огромных горшков. Всего 5 штук. И значит, 5 петуний. На вот такую большую петунию нужно давать где-то около 80, даже 100 литров. Tidal Wave любит огромные размеры. И можно получить вот такую вот красоту. Это тоже конструкция. 80-100 литров грунта, дорогие друзья. То есть, это не 15-литровая мисочка. Это не какое-то там ведро. А это полбочки, можно сказать. Но, маленькая поправка. Сажаете уже крепкую, развитую рассаду. Не вот такого вот маленького, там полуторамесячного реветеночка. Тогда можно перелить просто. А сажаете уже хорошую, крепкую, на вот такой большой объем и будет развиваться хорошо. Ну и, конечно, обязательно проводите обрезку. Петунью не жалеете. Марин, скажи нашим цветоводам, как часто нужно все-таки совершать эту обрезку? Сколько раз в сезон? Смотрите, самое важное делать обрезку, если бетуня не кустится, формирующую. Мы ее делаем до момента, пока у нас есть возможность. Потому что иначе мы, если обрежем, как минимум две недели нужно будет ожидать, чтобы она обросла. Поэтому мы не делаем обрезку в течение сезона уже, в течение лета. Нежелательно. Можно один раз всего сделать. Это уже будет как омолаживающая стрижка, чтобы, если переросло что-то, что-то убрать лишнее. А если мы формирующую делаем стрижку, это весной, то пару раз можно. Тайдлы я стригла огромное количество раз. Дорогие цветоводы, если вы хотите получать такой же результат, то, конечно же, выращивать просто на грунте не будет такого эффекта. Конечно. Делайте конструкции. Ставьте на эти металлические конструкции кашпо. Я так понимаю, как сложился опыт мой и опыт Марины. Чем больше куст петунии, тем больше нужно заряжать грунта и использовать увеличенную емкость. Конечно. Но, опять же, все зависит от сорта. Поэтому берите на вооружение сорта, про которые мы сегодня вам рассказывали, которые любят большой объем. Например, как Тайна, серия Вивальди. Например, как Тайдл Вейв. Они любят прям большой объем. И все у вас получится. И также рекомендую не использовать огородную землю. Нужно использовать на основе верхового раскисленного торфа. Это совет от меня для вас. И я уверена, что у вас все обязательно получится. Следите за тем, чтобы торф был обогащенный. То есть с добавлением минерального удобрения, которое как раз будет на старте помогать нашему растению развиваться. И также пойдемте, Василий Иванович. Я вот так и понимаю, что Марина хочет мне показать вот эту красоту. Что это, Марин? Какие красивые шары. Я такое видел только в Арабских Эмиратах. А здесь, по-моему, даже превосходят Арабские Эмираты. Это петуния анпельная, как раз таки, которая хорошо спускается вниз. Итак, я хочу показать эти конструкции отдельно. Они сплелись, Василий Иванович, друг к другу. Представляете, я даже не смог снять сейчас эту петунию, потому что они сплелись. Настолько обильное цветение. Итак, это лайфхак. Потому что обычно в магазине кашпо продается небольшого объема. И вот есть в продаже вот такие вот кашпо металлические. Тут такая кокосовая вкладка была. Я ее вынула и сюда вставила такую же миску, которую мы используем для дерева. А в миске есть еще и поддон, я обратил внимание. Обязательно, потому что из нашего субстрата, потому что на основе верхового торфа, быстро вода уходит. И здесь она немножко задерживается. Да, очень важно. В грунт мы ничего другого не добавляем, ничего, что задерживает воду. Просто субстрат на основе верхового торфа. Мы не добавляем перлит. Нам так нравится, потому что мы живем в Петербурге, здесь всегда осадки, и излишняя влага нам все-таки ни к чему. Петуния – это, конечно, цветок не выходного дня. Но есть лайфхаки, которые помогают, в общем-то, ее немножко пододвинуть под эти рамочки. Все же хотят красивые цветы. Поэтому, если вы уезжаете с дачи и оставляете цветы, лучше их снять и все-таки куда-то в притененное место отнести, хотя бы там, где сильно не будет нагреваться корневая система, где солнце не попадает на горшок. И тогда нужно будет уже подумать, может быть, действительно добавить перлит, либо гидрогель в таких случаях. Да, и что еще хотел спросить. Очень много вопросов, особенно, когда показываешь такую красоту. Марин, вот когда у тебя уже так активно стали цвести эти петунии? Это все-таки июнь или уже июль? Вы знаете, все зависит от погоды, конечно. Но уже в июне, буквально, мои петунии выглядели не очень красиво, вот именно эти тайдолы, потому что они пересидели в емкостях 7-литровых. И я их, когда пересаживала 80 литров, они такие были лысоватые, страшненькие. И прошло буквально 2 недели, и они начали обрастать. Резкий скачок. Это хороший грунт, это, в принципе, хороший гибрид, да? Это хорошие семена, и это, конечно, хороший уход. И хорошее солнышко, хорошая погода в этом году. Замечательное лето у нас. Ну что же, дорогие садоводы, огородники и цветоводы, я хочу поблагодарить нашу красавицу Марину за то, что она выращивает прежде всего такие замечательные петунии, которые радуют глаз не только нам с вами, да еще и соседи, наверное, все без ума, да, Марина? Спасибо огромное, Василий Иванович, что приехали к нам в гости сегодня. Вы просто озарили солнышком наш участок. Ну, мне это бальзам на душу, поэтому, дорогие друзья, послушайте советы Марины, послушайте мой совет, и я уверен, что если вы будете пользоваться качественными семенами, то у вас все непременно зацветет! Мы не сговаривались! А с вами были Марина Патрина и Василий Блокин-Мичталин. До новых встреч! Пока! Пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин